От изменений в градостроительном кодексе края до дополнительных мер социальной поддержки. На повестке кубанских депутатов сегодня 40 вопросов. Но, пожалуй, самый основной из них – поправки в расходную часть бюджета на три года. Краевая казна пополнится на 27 миллиардов рублей. И большая часть из них будет ориентирована на социальную сферу. Прежде всего, это сделано для того, чтобы Кубань оставалась регионом стабильным и развивающимся. Жители края должны чувствовать улучшение качества жизни, отметил губернатор. Социальные пособия, льготы, мы сегодня их где-то увеличиваем, наращиваем. А ведь наша стратегическая задача сделать так, чтобы люди не нуждались ни в льготах, ни в социальных пособиях. Вот что сегодня нужно сделать. А значит, мы еще сильнее должны модернизировать нашу экономику, сильнее наращивать темпы, в том числе и промышленности, создания предприятий, количество рабочих мест, повышать уровень зарплаты. Вот что сегодня важно. А, конечно, и дальше мы должны еще больше здесь работать для того, чтобы все-таки экономика в первую очередь развивалась очень ударными темпами в нашем крае. Это все зависит от наших приоритетов. Основные средства краевого бюджета уже распределены. Под каждое направление утверждена своя сумма. Как отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко, это позволит вовремя проводить ведомством конкурсные процедуры. А значит, уже в апреле депутаты смогут подвести итоги реализации государственных программ. Для экономики Кубани, для отраслей, министерства, департаменты, для них все понятно. Какие суммы, есть возможность проведить конкурсные процедуры. Никаких препятственных действий, так сказать, нет. Все условия созданы на сегодняшний день. В первую очередь дополнительные деньги пойдут на ремонт и оборудование поликлиникой фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели выделено около 600 миллионов рублей. Особое внимание краевые власти уделяют станицам и поселениям. Благодаря финансированию там появятся новые амбулатории и офисы врача общей практики. Качественная медицинская помощь должна стать доступной даже в самых отдаленных уголках края, уверен губернатор. Долгожданный проект строительства второй очереди краевой клинической больницы номер один, чтобы у ведущего лечебного учреждения региона появился новый корпус. Выделят более 6 миллиардов рублей. Его планируют завершить в течение четырех лет. Вот сейчас депутаты проголосовали за огромные поправки. И я могу просто там вот, я не знаю, с искренней радостью сказать, что столько лет ожидавшая реконструкции наша первая краевая клиническая больница имени профессора Чаповского, наконец получает деньги. Не там федеральные, не совместно с федерацией, а деньги краевого бюджета. Это, как сказал губернатор, целый медицинский город появится новый. Эта реконструкция разбита на пять этапов. Финансирование увеличивает и по ряду масштабных проектов образования. В регионе возведут сразу две школы для одаренных детей в Краснодаре и в Сочи. Туда будут принимать талантливых учеников со всего края. Новое здание построят для казачьего кадетского корпуса имени Бабыча. На это выделили чуть больше полутора миллиардов рублей. Сейчас учебное заведение арендует бывший детский сад. Казачатам требуется новое, современное и комфортное помещение. Всего же в этом году на строительство и реконструкцию школ, а также детских садов из краевой казны направят 8 миллиардов рублей. Это почти на полтора миллиарда больше, чем в 2018-м. В Сочи, под Сириусом будет, в Краснодаре, под Кубанским университетом, это школа умников и умниц. Детский корпус имени Бабича, современнейший корпус, такие же там мальчишки будут. Если мы хотим, чтобы они были успешными, и мы были успешными, и край был успешным, должны научиться не просто отвечать на вопросы программы школьной, они должны научиться мыслить, мыслить и принимать решения в условиях неопределенности. Вот это должна быть способность, которая должна формироваться как раз в 7, 8, 10, 15 лет. Мыслить и принимать решения. Такая молодежь у нас есть и такую молодежь мы должны сформировать. А для этого должны создать условия создавать эти селекционные станции ума. Не забыли и о физическом воспитании. На создание спортивных залов в небольших населенных пунктах направят около 350 миллионов рублей. Особое внимание уделили развитию самбо, ведь это не просто вид единоборств, а целая система воспитания молодого поколения, отметил глава региона. Для занятия этим видом спорта в крае планируют построить 10 спортивных залов. Бюджет крайне напряженный, но эта напряженность позволяет более четко и оперативно работать и исполнительным органам власти, и законодательному собранию, и муниципальным образованием в целях пополнения доходов и, соответственно, увеличения расходов по самым важным направлениям. Несмотря на социальную направленность бюджета, деньги направят и в реальный сектор экономики. Фонд микрофинансирования увеличится на 500 миллионов рублей и составит полтора миллиарда. Таким образом, Краевой фонд станет первым по объему в стране. Фонд микрофинансирования края, благодаря уже принятому вами решению, становится полнее на 500 миллионов рублей. И общая сумма фонда микрофинансирования края – полтора миллиарда. Полтора миллиарда. Коллеги, это фонд сегодня по соизмеримости номер один среди других субъектов федерации. По наполняемости – полтора миллиарда рублей. А что это такое? Это развитие малого и среднего предпринимательства. То есть возможность не в банк пойти и взять огромный процент кредита, а в фонде микрофинансирования совсем другой процент – от 4 до 6. А как иначе? Мы поддерживаем малый и средний бизнес, они поддерживают экономику региона. И они, конечно, еще наращивают собственную экономику. И количество малого и среднего бизнеса у нас растет. Увеличится и финансирование Дорожного фонда края – 32 миллиарда рублей. На ремонт существующих дорог и строительство новых, а также приобретение необходимой техники. Вениамин Кондратьев отметил, такая беспрецедентная поддержка транспортной сферы повлияет на развитие экономики Кубани в целом. Дорожный фонд – 32 миллиарда. 32 миллиарда, коллеги. Опять-таки, тут только одна просьба – контроль. Потому что транспортная инфраструктура – это, конечно, развитие ее, это развитие, в том числе, экономическое. Транспортная артерия – это артерия, по которой мы можем с вами, опять-таки, наращивать темп экономического роста. Но тогда должна появляться эта транспортная артерия новая. Не контроль показателей, контроль, как средства сегодня уже расходуются, а как бы контроль в поле, как говорится. То есть, конкретно, выезжайте, прям как депутатские комиссии, создавайте, выезжайте на место, смотрите конкретно качество дорог, то, что на самом деле делается там, на земле, где люди живут. Сверяйте вот эти вот отчетности, эти показатели, которые с реальностью, что реально происходит. Поправки, которые сегодня унесли депутаты, позволяют назвать главный финансовый документ края – бюджетом развития. И важно, чтобы средства пошли на улучшение качества жизни кубанцев. И в первую очередь, эти изменения на себе должны почувствовать именно жители края.